Телеканал КРТ представляет Это хорошая основа для того, чтобы ответить на ваш вопрос, знает ли что-то президент, есть ли у него какие-то козыри и на основании чего он вот так оптимистично, вот достаточно действительно на оптимистической ноте проводилась пресс-конференция в перспективах экономических Украина и украинцев. Вот вы увидите, увидели какой мэр, вы увидели как премьер-министр выступает. Откуда президент формирует свое мнение? Президент формирует мнение, президент же не работал министром экономики, не работал главой Нацбанка, он не был на профессиональной экономической работе и не должен в этом разбираться президент. Он правильно когда-то сказал, что президент должен быть просто порядочным человеком и понимать стратегию, куда идет государство. А дальше должны быть специалисты, которые имеют опыт, показали в жизни какие-то результаты и могут давать определенные успешные результаты. Вокруг президента кто? Кто формирует его мнение, в том числе готовил его на эту конференцию? Руководитель офиса президента и все заместители никакого отношения к практической и теоретической экономике никогда в своей жизни не имели. Они не экономисты по образованию и не имели такого опыта. Не буду их всех перечислять. Единственное, кто отвечает там за экономику, это Юлия Ковалев. Это наследство от Порошенко, она с 2016 года там. То есть это то, против чего все мы с вами голосовали. Она отвечала в том числе за инвестиции, которые за ее каденцию каждый год только уменьшались. И последний год с Давоса привезли ноль инвестиций. Поэтому с другой стороны имеем Кабмин. Ну вот пример, министр таким образом создает рабочие места. Министра финансов поменялось уже три. Министра экономики не могли долго назначить. Министр финансов сегодня у нас хороший парень, ну человек неплохой и все. И больше о нем ничего нельзя сказать. Он в Минфине отвечал за реформы, которые, ну никаких реформ и не было. Все, когда у нас касалось каких-то реформ, только добавлялось бардака. И вот занимался демагогией. Практической работой он не занимался. Нацбанк весь остался времен Порошенко. Это тот Нацбанк, который закрыл 104 банка непрозрачно, который фактически своими действиями обокрал миллионы вкладчиков на десятки миллиардов гривен. И вот мы имеем вот эту такую гоп-компанию, которая окружает президента и держит его в теплой ванне. Ирина, вы понимаете, пан президента сказал приблизительно наступно. Он бы и хотел поставить разумных, ответственных, фаховых людей. Но он говорит, что нам не хватает этих специалистов, которые могли бы занять эти посадки. Вы согласны с твоей думкой? Нет, я категорически не согласен. Я категорически не согласен. Украина – талантливая страна, талантливая страна своими людьми. Просто нарушены абсолютно принципы кадровой политики. Когда президент шел с определенными тезисами программы, за которую мы с вами, я подчеркиваю, я конкретно за это голосовал, то звучало что? Что я приглашу на должность премьер-министра, известного в стране экономиста и уряд технократов, правительства технократов. В итоге что мы увидели? Мы увидели незнакомого мальчика, который приехал на самокате, который… Все говорили, что он занимается… Он сам говорит в кругу, каким он авторитетом пользуется, если хорошо, что записали. То есть то, что мы все чувствовали, оно оказалось. Да он в кругу своих близких соратников говорит, я в этом профан. Ну и дальше начинал, нелицеприятно отзывался о президенте. Понимаете? Аналогично вот все сотрудники. Теперь давайте так. Если так назначается премьер-министр, если так назначаются министры, кого в свою очередь будут подбирать они? Ведь все, что… Был принцип работы – новые лица. То есть нужно, чтобы у человека был гугл чистый. Скажите мне, пожалуйста, средний нормальный возраст, чтобы быть министром, чтобы быть на серьезной должности, то есть человек должен пройти ступени. То есть это должен быть возраст в районе, допустим, 40 лет. Можно чуть раньше, можно чуть позже. Ну вот средний возраст – это мегапродуктивный возраст у мужчин, там от 40 до 55. Вот, допустим, 40 лет. Скажите, успешный человек, если он предполагается на министра, и он не создал в своей жизни бизнес, не сделал карьеру, не стал известным в науке, вот нигде, он… Какое основание того, что он вдруг будет успешным министром? Просто он больше про других думает. Про себя – это так, а вот допомогти людям… Случайно ничего не бывает. Кадры надо выращивать. Да, на волне популярности это было интересно, это было смешно, это было необычно, когда фотограф там в Запорожье выиграл у Богуслаева. Я не говорю, что там Богуслаев хороший-плохой, мы не знакомы. Мы говорим о другом, что вот… А КПД от этого фотографа. А второй раз он выиграет, второй раз будет ноль. Понимаете? У него на округе. И с него министр может быть, с него может быть какой-то губернатор, нет. А это начали делать повсеместно. И поэтому назначили слабый Кабмин, назначили непонятных слабых губернаторов. Кого они будут замов подбирать? Кого будут набирать на глав райадминистрации? Все. Вот, то есть сам нарушил кадровую политику. Расставил, взял 95-й квартал, взял Сарася и не уволил людей Порошенко. Ну, если кратко, можно сказать, что это была стратегия авось? Это, мне кажется, это отсутствие стратегии, это рефлекторная какая-то реакция, вот отсутствие стратегии.